Я же ни разу не ходила ни по этим посольствам, я не знала эту процедуру, все это. В общем, там очередь такая, впустили нас в это помещение, я смотрю, захожу, значит, такие окошки, в окошках сидят люди, ну типа, которые интервьюируют, я не знаю, в общем, послы там какие-то, вот. Ну и такой небольшой зал, в зале, значит, стоят стулья, ну так, ряды. Ну от окошка до первого ряда, ну не знаю, ну пару метров, ну совсем близко. Ну в общем, короче, я же первый раз, ничего. Значит, подхожу к окошку, это, не помню, женщина какая-то что ли, ну она спрашивает, ну все же слышно, она спрашивает, значит, как познакомились, вступали ли в интимные отношения, значит, вступались и вступали сколько раз, ну в общем, ужасный, я стою, боже, как я на такое могла подписаться. Мне так стыдно, хотя я не вступала в никакие отношения, в общем, у меня был шок, я к этому не была готова. Я, значит, стою, значит, она мне спрашивает, я так оглядываюсь, думаю, боже, какой ужас. То есть, короче, я вышла из положения, я взяла свои губки в трубочку, так сделала их, засунула ей в окошко и отвечала на ее вопросы. Ужас, красная вся такая. Ну в общем, я была уверена, что мне визу не дадут, потому что у нас не было интимных отношений, вообще мы даже не целовались. Ну, в общем, такое дело. И что вы все думаете? Дали мне визу. Ну, значит, судьба, значит, судьба такая, значит, мне нужно было попасть в Америку. Дали мне визу, короче. Мама счастливая, счастливее, чем я. В общем, ну и мы приехали с этим товарищем, я ему сказала, что визу получила, все. И тут, значит, перед самым моим отъездом, но он знал, это не было секретом, он, значит, говорит, закрой глаза. Закрыла я глаза, он, значит, раз, и на палец мне одевает обручальное кольцо. Да, у нас был секс, ну и я понимала, что он расположился ко мне, что я ему очень нравлюсь, и, ну, что он бы хотел встречаться, и все такое вот. Но я четко провела линию, я сказала, что я не могу, типа, ну, я должна поехать. Поэтому он как бы не настаивал, не давил на меня ничего, но я знала о том, что я ему нравлюсь. Дочь, короче, он надевает на меня кольцо, я охреневшая вообще. Это же обручальное кольцо, это не просто там подарок какой-то. Я говорю, что это, зачем это? Он говорит, я просто хочу, я знаю, что ты человек ответственный, ты поедешь в любом случае, потому что ты обещала, ты не можешь подвести, но я просто хочу знать, если вдруг у тебя там что-то не получится, что я тебя здесь жду. Когда мама об этом узнала, я не помню, как она об этом узнала. Я не помню, как она об этом узнала. Короче, она как-то об этом узнала. С ней истерика. Не-не-не, голодранец, с двумя детьми, не разведен, без жилья. Я говорю, чего ты ерепенешься, я поступлю, как я посчитаю нужным. Все. В общем, не-не-не, едь в Америку, не возвращайся. Ну, в общем, короче, такое дело. Был скандал, короче. На работе я была в хороших отношениях с директором, и я объяснила ей всю ситуацию. Мы были даже в близких отношениях, но не в сексуальном плане, но мы подружились, короче. Ну, она все поняла. Я написала два заявления, потому что если работу потеряешь, все, гоплык тебе. Мне эта работа досталась не просто так, через знакомых, и, в общем, такое дело. Это просто повезло. Вот, поэтому я не собиралась. А я единственное, в семье работала. Я не могла ее потерять. В общем, я написала два заявления. Одно заявление – это на увольнение по собственному желанию, а второе – это на отпуск. Я не помню, сколько отпуск был. Две-три недели, я не помню. В общем, я с ней договорилась, что если я не возвращаюсь, значит, задним числом, типа, я увольняюсь с работы. Если же я возвращаюсь, то я, типа, была в отпуске. Ну, в общем, хорошо. Ну, и поехала я в Америку. Приезжаю я в Америку. Американцы звали, не знаю, зовут Джон. Обрадовался, счастливый, довольный. В общем, короче. А у меня аж одна мысль в голове. Да, все понятно, все хорошо. Ну, не криминал, не убийца, не маньяк. Все хорошо, прилично, все нормально. Ну, я же не могу так замуж выйти. Мне нужно же, как я сказала, попробовать. Ну, мы все взрослые люди, а вдруг там в штанах ничего нет, я не знаю, простите. А мне потом с этим, что, куда его, я же уже говорила, не передали же никому. Ну, в общем, короче, ну, нужны были интимные, интимная связь должна была случиться. И я вот это вот, надо потрахаться, надо потрахаться, надо переспать, надо переспать, и я не могу это... Ну, в общем, короче. И чем больше я об этом думаю, тем меньше мне этого хочется. Но не могу я из-под палки. Ну, вообще, короче, настал выходной. Поехали мы в... Есть такой город, типа курортный городок Ocean City. Ну, типа как... Такое, типа как Крыма. Полоса, крымская полоса такая. В общем, ну, приехали туда. Ну, вечерком же в бар пошли, посидели. А я не знаю, че с перепугу, че шо ли. Короче, я перебрала. Ну, и вместо романтической ночи я, значит, всю жизнь, всю ночь обнимала унитаз. Ну, в общем, это было ужасно. Причем, ну, бред какой-то. Ну, что же мне... Мне что, 16 лет или что? Ну, в общем, не знаю я, чего мне так переклинуло. Ну, в общем, ничего не случилось. Я уже там извинялась, извинялась. Я говорю, я не знаю, прости. Ну, в общем, короче, не-не-не, все нормально. А время что? Идет, идет. И каждый день тик-так. Блин. Ну, в общем, короче, я думаю, да в конце концов, что ж ты, видя Богу, ну, даже смешно об этом говорить. В общем, надо это сделать. Ну, и я понимала, что у меня это из-под палки. Я понимала, что, ну, первый раз вообще это, ну, не всегда случается там так классно. В общем, все-таки, и люди, чем старше находишься, тем, чем старше, чем ты старше, тем, ну, как-то все, как-то, ну, надо время. Ну, у людей другие требования, что ли, я не знаю. По молодости это как-то проще происходит. В общем, свершилось это. Это был такой ужас. Это был такой ужас. Второго такого секса я бы точно не пережила. Я не знаю, как это объяснить, как это описать. Ну, вроде не изнасиловали. Ну, я не знаю. Русский язык такой богатый. Ну, ну, вот есть слово отымели, оттыкали. Я не знаю. Это даже, даже не, даже, ну, это даже не те слова. Ну, ну, у меня был шок. У меня было какое-то такое отвращение. Ну, в общем, ужас. А он, значит, так в конце этого всего кончил, значит, так откинулся рядом на кровать и так в удовольствие. Отчего можно было получить удовольствие, я не знаю. Ну, в общем, у меня все. У меня чуть ли не рвотный рефлекс. Я говорю, я тебя умоляю, пожалуйста. Дорогой, ты не мог бы, значит, поспать на диване. А я когда приехала, он, естественно, еще не, жену не обзавелся, дом не купил. Ну, в общем, ну, на это надо время определиться, в каком штате ты хочешь остаться, где тебе работа лучше. В общем, такое дело. В общем, ну, и на первое время, когда я приехал, он снял себе жилье, там, контракт на год, короче. В общем, и как раз я это, в это жилье и попала. В общем, однокомната, ну, двухкомнатная квартира, скажем, зал и спальня. В общем, ну, и когда я приехала, он, естественно уступил меня спальню сам спал в зале на диване чек военные 20 лет на нарах короче не чувствовал никакой дискомфорта он был рад что я приехала и все и все он ушел обратно к себе на диван я не то что не уснула до конца до утра я не могла на эту кровать даже лечь я не знаю что со мной было у меня было такой шок в общем с первыми лучами солнца я вхожу в зал говорю джон я тебя прошу пожалуйста я домой мне домой поменяй билет мне домой второй шок у меня наступила тогда как-то он не спросил уля что случилось но у меня реакция такая хочу домой пожалуйста отвези ну типа поменяй билет отвези меня домой а его реакцию я как-то где-то наверное ожидала что все-таки столько времени потрачено столько денег столько энергии столько надежд и тут все вот ну все распалась ну нормально бы чек хотя бы спросил оля что случилось а этот хорошо короче ну и значит начал названивать поменял мне билет а я еще в большем шоке как это можно так не спросить я не знаю но сама я лезть не буду ну если тебе не интересует не интересует ладно ради бога но я вообще была в таком замешательстве думаю как это вообще можно и в общем не важно а я же еще забыла сказать я когда приехала к нему он значит ну надо же меня как-то развлекать правильно он ходил на работу еще ну и мы там после работы или там свободное время ходили там что-то мне там показывал мол и показывал там и балтимор ездили все такое вот ну и здесь в этом штате вот в тех ну все штаты разные ночи короче здесь без машины никак нельзя ну никак здесь не ходит общественный транспорт именно вот так вот как скажем в киеве нужна машина обязательно на работу нужно добираться нужна машина вот и значит он меня как бы ну с планами на будущее он спрашивал какой какая машина бы тебе если ты останешься я как бы какую машину ты бы хотела у меня уже был готов ответ это в 90-х союз распался начали появляться бандиты общем все такое бизнесмены и начали шваровать эти иномарки с ближайших за границ что-то там германия там франция не знаю в общем и появилась у нас в киеве я не знаю сколько но я не следил за этим ну короче появилась у нас mitsubishi 3000 детей такая красная вся классная вот появилась такая машина но я работала в центре поэтому приходилось я была в центре ну короче я не раз видел эту машину и а это было это было в начале 90 до это было где-то девяносто второй что ли 93 я уже не помню это было в начале то в общем ну и я увидела эту машину и понравилась и я не знаю что я так решила уже мне не проститутка не давал к и нам все буду ломаться пока от меня не откажутся ну в том плане 7 не спрашивать телефон на улице я буду ломаться пока на меня не плюнуть и скажет иди ты я уже не хочу телефон в общем я не знаю увидел эту машину слышу я буду там сидеть детский сад так себе я так себя решила что я буду там сидеть но я понимал что для меня нереально и все в те времена я встречалась с человеком ну скажем бандитом вот и он водил меня на значит бром я с собой на стрелке туда-сюда конечно я не участвовал в этих разговорах потому что это было ну это и они решали свои проблемы но он постоянно меня с собой таскал ему даже ребята говорили ты же массажу мы здесь такие вопросы решаем но даже ничего не видит не слышит но все короче он сажал мне отдельно за столиком там ну короче но но он решал вопросы с разными группами с разными бригадами с разными людьми и главное чтоб все видели что это я его чтобы значит если нужно там на улице подписаться за меня если ну и чтобы знали что я не ваш обмене никто никто не зарился на меня очень как уже меня многие знали в тот момент и не бой сколько мы с ним провстречались ну короче настал момент когда я с ним уже перестала общаться и значит еду с работы домой и стою на остановке куча людей море вообще и значит час пик и значит едет эта машина останавливается прям но я же возле дороги чтобы первое влезть куда там в трамвай или в автобус останавливается эта машина такая классная на понтах значит опускается окошко и я чувствую все люди которые стоят на этой остановке такое презрение ко мне такое осуждение проститутка давалка сейчас на в машину прыгнет ну в общем ну как то так я это все прочувствовала это значит опускается окошко сидит там парень которого я знаю ну он знает меня я знаю его ну так не сильно близко ну мы встречались на этих стрелках он узнает меня из-за этого моего бывшего в общем и он говорит оля привет я говорю привет а все же на остановке у всех же уши такие уже сразу берет куда идешь едешь теперь домой с работой давай подвезем я верну сейчас я сейчас сейчас все брошу сяду машину нет да что ты я тебе не посторонний а все слушаешь не посторонний чат не отвеземте зачем тебе там транспорте оттолкаться ну ладно ну ладно села я значит в эту машину и чувствую когда вот я уже я что-то там ломалась и все такие это злоба это агрессия это осуждение это ненависть переросло все в зависть а сейчас она повезет не покатаются на этой машине на общем ну ладно говорили чуть сильно ломаться действительно все-таки здесь удобнее чем в общественном транспорте на одной ноге стоя ну короче ну и отвезли меня привезли все такое вот и еду я в этой машине и что-то так себе решил что если когда-то у меня будет хоть какая-то возможность ну приобрести машину а мне ничего не светило вообще то то я значит я знаю уже какую я хочу вот ну и поэтому когда меня американец спросил какую я машину хочу я аж я уже знаю уже знаю должна быть красная должна быть митсубиси 3 3 тысячи детей все такое нашел он такую машину мы значит приехали в этот магазин посмотрели все мы даже где-то фотографировались я не знаю где эти фотографии делись в общем и он значит такое вот если останешься значит я куплю тебе эту машину я если останусь то я останусь не из-за машины я останусь потому что я решу с тобой жить а машина такое дело ну не важно очень короче везет он меня в аэропорт уже когда я бы сказал что я хочу обратно домой везет у меня в аэропорт и причитает а еще когда у меня билет менял он мне говорит вместо того чтобы спросить оля а что случилось что я сделаю что-то произошло или может быть я не знаю может быть с мамой что-то тебе срочно надо домой вместо этого он мне говорит если ты останешься если ты передумаешь я тебе куплю эту машину я все хреневши думаю боже это что это это что я я выгляжу как как какая-то я не для меня это было унизительно очень короче едем и в аэропорт а он значит причитает и причитает значит лекция мне значит жалуются типа что вот я столько времени потратил столько денег столько энергии а ты меня так подвела ты меня так подвела ну по большому счету на самые больные точки нажимал потому что да я чек ответственный я чек совесть ли вы я понимала что да действительно ну я не оправдала его надежды как-то не за подвела не подвела но все короче ну что из-за меня теперь у него мечты распадаются но я ему говорю уж послушай я работаю с женским коллективом не все у нас замужем поэтому есть девочки которые возможно он типа я хочу с американ с американками не хочу хочу славяночку такую типа девочку симпатично короче славянку хочу в общем но я говорю я поговорю с девочками говорит я не я не просто там какую-то славяночку хочу я хочу как модель такую знаю как ты вот модель на в общем я говорю нас там есть одна девочка я с ней поговорю она не замужем фигура отличная все такое я с ней поговорю я приехала я поговорила с ней не спрашивает мне просто сказала что есть знакомый американец который вот хочет семью создать и все не маньяк не убийца в общем все нормально она говорит а ты чего не хочешь